Беларусь и Китай обсуждают сотрудничество в сфере общественной и экономической безопасности. В Минске сейчас находятся делегации из Пекина. И в эти выходные в графике визита сразу несколько встреч. В частности, генеральные прокуроры сегодня утвердили программу сотрудничества на два года. Мы будем обмениваться делегациями наших генеральных прокуратур. С точки зрения обмена опытом в Китае, допустим, очень сильная практика борьбы с коррупцией. У них есть новые элементы, интересные элементы, которые нас интересуют. Какими-то вещами они интересуются и нашими. У нас тоже есть свои ноу-хау. Отношения между Беларусью и Китаем постоянно развиваются. Это касается политики, экономики, образования, науки. Развитие двухстороннего сотрудничества также требует активизации взаимодействия в правовой сфере. Объединив усилия, мы в первую очередь защитим наших граждан. Также Беларусь и Китай готовят соглашение миграции и реабмиссии. В согласии государственного приема граждан, подлежащих депортации на родину, эти документы обсуждались уже на встрече министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича с министром общественной безопасности Китая Гошин Куни. Партнеров заинтересовал белорусский опыт борьбы с наркотрафиком, преступлениями в сфере высоких технологий, незаконной миграции и межрегиональной преступностью. Спектр этого взаимодействия достаточно широк. Министерство общественной безопасности Китая – это очень сильная структура, которая высоко оснащена. Она сегодня высокотехнологична. И мы рассчитываем, что это сотрудничество обоида интересное, прагматичное, принесет пользу обоим министерствам. Кроме того, после согласования проекта протокола о сотрудничестве в сфере образования в Академии Министерства внутренних дел Беларуси начнут готовить китайских специалистов.